Библейский портал экзегет.ру представляет 105-й псалом. Наша беседа, как и многие другие, записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Срединском монастыре. Заключительное слово 104-го псалма «Аллилуйя» является начальным словом для изучаемого нами сегодня 105-го псалма. Это слово означает «хвалите Господа». «Я» в конце слова является краткой формой от «Яхве». Это имя Бога, которое по преимуществу означает «сущий», то есть «бытие». Тот, который существует. Отсюда и соответствующий глагол «существовать», который является однокоренным для существительного сущий. В пятом разделе еврейской книги псалмов достаточно много примеров, когда тот или иной псалом начинается с «Аллилуйя». Заключительный раздел псалтыри представляет собой целый сборник аллилуйных псалмов. Например, 145-150. Ядром 105-го псалма является пересказ истории древнего Израиля от выхода из Египта до жизни бок о бок с языческими народами в Ханаане. В отличие от 104-го псалма, основное внимание здесь уделяется уклонению народа Божия в язычество. В какой-то мере это обратная сторона медали к предыдущему 104-му псалму. Несмотря на сходство с 77-м псалмом, который побуждает народ вывести урок из ошибок прошлых поколений и не быть подобными отцам их роду упорному и мятежному, 105-й псалм обращает внимание не на социальную этику, а на религиозное благочестие. Первые же стихи 105-го псалма призывают славить Господа и исповедовать свои грехи. Благодарность и покаяние, словословие и исповедь – это главная составляющая богослужебных текстов, одним из которых, вероятно, и был настоящий псалом. Поскольку в 27-м стихе речь идет о рассеянии израильтян по земле, вернее по землям, а в 47-м стихе о собирании от народов, логично предположить, что данный текст был составлен в период плена, ну или уже сразу после него. Рассмотрим детальнее содержание данного псалма. После вступительного «Аллилуйя» автор псалма благодарит Господа за его благость и бесконечную милость. Такие же слова встречаются в начале 106-го и 135-го псалмов. Далее псалмопевец вводит своих слушателей в тайну, глубина которой неизъяснима, поскольку никакие слова не могут объяснить могущество Господа, природу его чудес. Первые стихи псалма постепенно подводят слушателей к последующей исповеди народа за совершенные грехи. В контексте богословия Псалтири грехи – это не просто перечень больших или маленьких аморальных поступков. Это дистанция между тем, каков Бог и каковы люди по природе. Разница между тем, в каком состоянии мы находимся и тем, к чему, к какому состоянию нас призывает Господь – это не только потенциал для личного духовного роста, но и величина снисхождения милосердного Господа к падшему человечеству. Встреча с Богом, осознание Его непоколебимой любви и неизреченных чудес ведет человека к покаянию. Вот почему по мере приближения к Богу верующие все больше и больше осознают потребность высповеди. Блаженными являются те, кто во всякое время хранит справедливость и творит правду. Именно эти качества – суд и правда – характерны для любящего и могущего Бога. В 4-5 стихах мы находим молитву от первого лица единственного числа. Псалмопевец словно отождествляет себя с воспитавшей его общиной, благоденствие которого зависит от отношений с Богом. Поскольку община является избранной, твое наследие – это твой народ, значит, для избранного народа уготовано веселье. Таким образом, радость одного лица приобретают в полноту в контексте жизни всего общества. Если радость одного лица – это общая радость для всей общины верных, значит, и исповедь имеет значение не только для самого кающегося, но и для всей общины, для всей истории избранного народа. В 6-м стихе звучит древняя литургическая формула такой общенародной исповеди. «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду». Беззаконие – это противоположность упомянутой выше справедливости, а делание неправды – деланию правды. Такие же ключевые слова, характеризующие всенародное покаяние, приносимое от первого лица, встречаются в исповедальной молитве царя Соломона. «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». История народа, пересказанная в следующих стихах, это не просто история уклонения в язычество давно отживших свой век предков. Это своя собственная, родная история общины. Эта история соответствует ее собственному опыту, в котором религиозные и социально-политические факторы переплетаются в единое целое во времени и в пространстве. Где мы находимся сейчас и в каком состоянии сейчас живем – это наследие от наших дедушек и бабушек. Вот та причина, по которой общество верующего в Бога продолжает пересказывать истории своих предшественников. Наше прошлое неразрывно связано с нашим настоящим. Свою историю автор Псалма, начиная с исхода из Египта. «Явленные от черного моря чудеса являются иллюстрации его щедрой милости, его могущества. Однако народ не поверил, отцы наши не уразумели, то есть не осознали, не проникли в суть происходящего. Они не приняли близко к сердцу все, что увидели, и перестали помнить, отдавать себе отчет своих поступков. В результате они возмутились у моря Черного моря». Черное море, по мнению современных исследователей, вряд ли можно отождествлять с сегодняшним Красным морем. Указание на Красное море восходит к Септуагинте. Древнееврейская фраза скорее означает «тростниковое море». Болотистый участок воды или водоем, окруженный тростником в восточной части Дельты Нила. Можно ли отождествлять это место с устьем современного Суэцкого канала? Это большой вопрос. Исследователи Библии как минимум три места идентифицируют с географической точкой перехода евреев через Черное море, когда они спасаются бегством от египетских колесниц на Синай. Более того, если внимательно присмотреться к тем контекстам, в которых упоминается словосочетание «ям-суф», то такое словосочетание со словом «суф» может относиться еще и к месту, где Соломон построил свои корабли, а к месту, которое мы сейчас называем Эйлат. Но Эйлат находится у другой стороны Синая, очень далеко от Египта. В 8-11 стихи кратко суммируют повествование книги «Исход» о пересечении евреями моря и последующем потоплении египтян в морское пучине. При близком сходстве рассказов можно заметить небольшую разницу в деталях. Так, по книге «Исход» море делится на части. Воды буквально расступаются и становятся стеной по правую и по левую сторону, всюду и всюду по-славянски, чтобы сыны Израилевы пошли среди моря по суше, то есть как бы по морскому дну. Но по Псалму море высохло, евреи прошли по безднам, как по суше. С учетом того, что бездна Техом чаще всего обозначает некую доисторическую пучину, ту самую бездну, над которой летал Дух Божий и потом формировалась уже планета Земля. Также это слово Техом может обозначать глубину моря, некие глубины, воды потопа, бездонный океан, то, что где-то глубоко в земле. Следовательно, здесь нельзя не заметить тонкое указание нахождения по водам. Евреи, согласно Псалму, прошли по морю, как по суше, то есть они прошли по бездне, как по суше. Так Иисус Христос ходил по водам бурного, штормящего Галилейского моря, словно по твердой земле. Иисус шел по воде, несмотря на сильный встречный ветер. Петр же, испугавшись, начал утопать, как и египтяне, бегущие навстречу воде. Кстати, тогда же при исходе был сильный ветер. Итак, Бог спас евреев из реки египтян, которые названы в Псалме ненавидящими и врагами. Увидев чудо евреи, они воспряли и воспели Богу песню хвалы. Такими библейскими песнями стали победная песнь Моисея и песня Мариам. Песня Моисея и по сей день играет важную роль в синагогальном богослужении. Она входит в состав начальное стихословие «Шахарит» ежедневной утренней молитвы и предваряет хвалитные псалмы. В православном богослужении песни священного писания служат основанием для эрмосов канонов на утренние, а их отдельные стихи – припевами к каждому тропарю. Победная песня Моисея «Славно бы прославиться» является первой из девяти библейских песней, которые в настоящее время можно услышать в православном храме, особенно Великим Постом. Недолго, к сожалению, евреи помнили о великих чудесах Божьих. Они быстро забыли дела его. 13 стих. Слово «забыли» достаточно часто встречается в книге «Второзаконие» в контексте предупреждения. «Тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои. Берегись, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, и чтобы не делать себе кумиров. Берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Так мы снова и снова встречаем предупреждение в книге «Второзаконие». 13-й и 15-й стихи описывают ропот в пустыне. Искусив Бога в пустыне, сны Израилевы вместе с манной и перепелами получили язву, чахлость, какую-то истощающую болезнь. Книга чисел намекает на великую чуму. Вероятно, Псалом преднамеренно использует игру созвучных еврейских слов. «Народ искал от Бога благоволение», буквально по-еврейски «рацион», а получил язву, буквально по-еврейски «рацион». Так и там, и там, «рацион» и «разон». То, чего мы от Бога жаждем, не всегда приносит ожидаемый результат. 16-й и 18-й стихи посвящены восстанию Дафана и Аверона против власти Моисея и Аарона. Этот раздел Псалома отличается от профессования книги чисел тем, что здесь не упоминается бунт Корея и сынов Левия, которые домогались священства. Возможно, что упоминания о неподобающих поступках Корея были опущены из уважения к той роли, которые впоследствии, после возвращения из плена, играли сыны Кореевы. Кстати, сыны Кореевы были составителями отдельных псалмов. Так или иначе, восстание, коренящееся в домогании, преизбытка благ, рассматривается в библейских текстах как восстание против Бога. Если мы посмотрим на историю исхода из Египта, то мы увидим, что с первого дня послушание Моисею было неохотным. После откровения Бога у неопалимой купины Моисей сразу спрашивает, а как мне поверят? Ну, как мне поверят? Господь ему дает соответствующие силы, дает возможность являть соответствующие знамения. Но мы видим, что как только Моисей оказывается среди племенников в Египте, они с недоверием относятся к его приглашению, к его возвещению воли Божией пойти в пустыню и совершить житоприношение. Когда уже ситуация стала безысходной и было понятно, что Израиль больше не может жить в Египте, поскольку египтяне претерпели 10 казней и возненавидели до смерти евреев, уходить надо было. И была великая радость у евреев, после того, как чудесным образом они прошли через море и были потоплены войска египетского фараона, Израиль освободился. Освободился, вышел еще с богатствами, со всеми теми драгоценностями, которые они одолжили у евреев, в частности, жены евреев одолжили это у женщин египетских, ну и то есть, другими словами, обобрали. Но весь путь странствования с Моисеем по пустыне – это весь период ропота. Моисей заходит на Синай, спускается со светящимся лицом, все люди удивляются, свет, человек Божий перед ними пророчествует, наверху гром и молнии, он снова поднимается, и они изготавливают истукана под горой Хариф. Отсюда мы делаем вывод, что вряд ли Моисей воспринимался как бог, он воспринимался как человек, и к нему относились как к человеку, пусть облагодастанному, приближенному, но к человеку со всеми его немощами, со всеми его особенностями. Они вынуждены были подчиняться, потому что Господь рядом с ним и через него являл знамения и чудеса. Но подчесть это послушание было таким добровольно-принудительным, нужно было постоянно подстегивать, о чем и напоминает сегодняшний псалом, пересказывая историю с Финиесом и с муровой язвой. 19-23 стихи Поклонение Золотому Тельцу, согласно Пятикнижию Моисея, это пример крайней неблагодарности избранного народа. В 19 стихе вместо слова «сина» используется слово «хариф», из чего можно сделать вывод, что псалмопевец опирается на историю об изготовлении золотого тельца по книге «Второзаконие». Книги «Исход» и «Второзаконие» говорят об изготовлении литого тельца, образ которого может перекликаться с бронзовыми статуэтками быков, которые использовались в ханаанской религии для поклонения богам Элю и Ваалу. Ироническое изображение тельца как вола, едущего траву, вероятно, является сатирой псалмопевца, чтобы подчеркнуть глупость всего языческого культа. Если следовать букве Масарецкого текста 20 стиха, в нем сказано, что они променяли славу свою на изображение вола. Их слава – это образное выражение, которое служит для описания славы Божией, славы того Бога, которому они поклоняются. Таким образом, сыны Израилевы променяли славу Божию на животное, питающееся травой. Изготовление тельца могло иметь фатальные последствия для всего народа, если бы не избранный Богом Моисей, который стал в расселине, то есть буквально в проломе, и заступился за народ перед Богом. Метафора пролома, расщелины, может напоминать нам Синайский полуостров с его узкими дорожками между скал, то есть в ущельях. Но не исключено, что эта же метафора является аллюзией на изображение граждан Иерусалима, которые поспешно чинят пробоины в треснувших стенах своего града. Третьей книги царств и у пророка Исаии термин расщелина чаще всего применяется к тем щелям и трещинам, которые образовались после атак врагов на город Иерусалим. Если вы обратили внимание на те два маленьких кусочка археологии, что я вам привел, найденные археологами Систуэтки, например, в Хацоре или в районе Самарии, они маленькие. То есть это какие-то микроскопические такие идолы, что и удивительно, как перед ними можно было совершать житоприношение в виде своих младенцев. А, кстати, для этого специально были изготовлены такие рогатые жертвенники по площади, ну, чуть меньше, чем ширина стола. Как раз для младенца там человеческие кости обнаруживаются, жуть просто несусветная. Кстати, евреи тоже совершали как минимум один пример из книги «Судя» мы встречаем о дочери Ефая, когда Ефай поклялся, что всякое, что выйдет первым ему навстречу из ворот города, он принесет в жертву Богу, если Господь дарует ему победу. На это случай указывают современные исследователи, как на случай того, что евреи превратно, то есть через призму внешней во совершение культа Молоху совершали жертвоприношения и в память Господа. То есть как бы в этом случае дочь Ефая была сожжена не Молоху, а Господу, но по ритуалу, который предназначался этому Молоху. Это в описании жертвоприношения Авраама в книге «Бытия» мы не встречаем никакого особого культового места, то есть специального ритуала, который хоть как-либо перекликался бы с языческими народами. Судя по тому, что мы видим с этим хворостом особенно со всесожжением, это очень напоминает такую типовую патриархальную жертву всесожжения Господу без всяких внешних кумиров. Так что тут никакой переклички с жертвой Молоху нет. И так это маленькие статуэтки, они небольшие. То есть нам кажется, мы любим эти свидетели Иеговы, картинки рассматривали, там такой бычар здоровенный стоит, трехметрового роста. Вполне возможно, что тот истукан, о котором идет речь в книгах «Исход», он был небольшим. Поэтому Моисей его легко мог стереть в порошок, пустить по ветру, в воду его бросить и так далее. Конечно, на него потрелось много золота. Если учитывать, что золото тогда было очень дорогим, поэтому не факт, что этих золотых украшений набралось на три тонны. Может быть, такой был небольшой бычок. Слово «баал». «Баал» – это слово, которое означает «господин». В синодальном переводе, там, где речь идет или намекается речь на языческое божество, русские переводчики пишут «баал» или «ваал» с большой буквы, оставляя это слово без перевода. Но там, где идет о роли Господа, как господина, там они пишут просто «господин» или «хозяин», или о роли того или иного праведника. То есть, по большому счету, слово «ваал» – это не имя собственное, а нарицательное по отношению к тому, кого называем господом. Отсюда есть такая интересная перекличка, что получается, что тот, кто является хозяином, то есть, богом-хозяином для евреев, равно господом. Для ханаан таким хозяином, то есть, равно господом, является этот самый «ваал». Если поставить эти слова в один ряд, то и там, и там речь идет о господи. Но израильтяне его не визуализируют, он никакой формы для них не представляет, его подобие невозможно создать. То ханаанские жители, они создают эти подобия и вполне возможно, ориентируясь на то, что сами видели. Но я уже вам говорил о гипотезе того, что вот этими прообразами идолов могли быть падшие ангелы, то есть, равно бесы. Отсюда это же есть линия, что идоли – язык, суть бесовья. Славянский текст, он очень хорошо передает эту идею, что языческий идол – суть бесы. То есть, эти подобия – это бесоподобны. Но это не означает, что бесы имеют вид коров и быков. Хотя вот ваал напоминает человека с рогами. Чем-то на этого гоголевского черта он похож. И в руке у него гром, только громовержец, как Зевс. Поэтому, поскольку ангельские силы, они не имеют форму в человеческом представлении, но так об этом, по крайней мере, размышлял святитель Игнатий Бринчанинов. Отсюда мы можем сделать вывод, что бесы для привлечения людей к себе, они подталкивают человека, чтобы он делал кумирами, то есть, обожествлял какие-то земные предметы, которые могут быть, так сказать, проводниками энергии от беса к человеку и, наоборот, предметом культа человека по отношению к бесу. Но я думаю, что мы все с вами понимаем, что та или иная бесплотная сила, падший злобный дух, демон, он не имеет вид какого-то камня, ну, например, египетской пирамиды. Но сейчас в постсоветском пространстве есть много людей, которые всякие разные периты, аметисты, яшмы, продают с культовыми целями, что это какой-то особый такой треугольник, бермудский, который прощищает чакры, наводит дома порядок, поставил такой треугольничек возле будки с собакой, и все дрессировать ее не нужно, она сама будет ходить в туалет в нужное время, сама будет себя выгуливать, мусор сам будет выноситься, и волосы ваши будут мягкие, шелковистые. Вот только камешек такой надо поставить. Или лучше змейку куда-нибудь на запястье нацепить, а еще лучше на шею, чтобы она тут на шее висела. Все эти символы, когда они становятся предметом обожествления, то есть вводятся в ранг культа, они действительно могут приобрести магическое значение и свойства. Но это как раз религия Израиля, то есть собственно Бог Господь, это и запрещает. Любое подобие, которое становится самоцелью, через которое человек контактирует не с Богом, а с бесом. Поэтому образ быка, как образ силы, ведь по сути дела это было самое сильное животное, с которым сталкивались евреи в Ханаане. Там не было слонов, хотя какие-то львы и шакалы упоминаются, но скорее всего они упоминаются в контексте Заорданской пустыни. Вот там, где Мария Египетская, странство и так далее. В самом Ханаане не было и нет таких крупных, сильных животных, которые могли противостоять человеку. Ну, какой-нибудь там филин по ночам покричит, попугает, но это не страшно. А вот вол, здоровенный телец, вот он тяжело человеком останавливается, если он вышел и выйдет из-под контроля, кого-то может забодать. Отсюда образ рога, это образ силы. Или наоборот, силы врага, или силы царя. Рог Давида. Что такое рог Давида? Это сила Давида. Это такой образ. И вероятность всего, что телец, он отождествлялся с этим символом силы и мощи, непобедимости, несокрушимости. Вот. И поэтому какой-то бес там подсказал этим глупым евреям, что надо сделать подобие Господа в виде быка, который является их, собственно, силой, опорой и так далее. И тут мы встречаем некую такую ложную перекличку идей. Вот точно как змей в райском саду, показывая на древней жизни, говорит Еве, а потом Ева Адаму, что вы не умрете и не станете как боги. Ведь тоже интересный парадокс, если последить по климам царств, что евреи, совершая ложные жертвоприношения, в первую очередь они мыслят, что они тем самым поклоняются Господу Богу. Они ведь не саму тельцу как бы хотят поклониться, но совершая утельца по принятым культам, по принятым обычаям, они думают, что тем самым они почитают саму Бога. Вот. Но просто этот Бог, он для них непредставим, они же привыкли, что нужно что-то пощупать. Ну, такая очень тонкая идея. Конечно, сейчас она никак не связана с нашим православным христианством, но поставим здесь запятую и три точки в отношении степени нашего почитания икон. Опять же, повторюсь, я не критикую никак, ни в коей мере, современную практику, но есть, к сожалению, крайности. Это когда икона становится какой-то самоцелью, и человек без иконы уже молиться не может. Вот нет дома иконы, всё, надо молитву отменить. Но как же, без иконы можно молиться? Можно, легко молиться, и без иконы. Вот. Но если икона становится таким предметом обожания, как вещь в себе, заведу у себя умиление, потому что мне нужно, чтобы зубы перестали болеть. Или повешу над дверью казанскую, потому что нужно семейное благополучие. Вот тогда это уже кумиротворчество. Тогда мы предмет, который должен служить опосредным целям, вводим в ранг магии, делаем его предметом обожествления. Ну вот именно с таким идолопоклонством и боролись постоянно пророки. В следующих стихах автор псалма описывает ложное отчаяние народа, который, стоя на границе обетованной земли, размышлял только о возможных опасностях завоевания Ханаана, а не о будущих благах, которые пообещал Бог. Автор псалма, как и раньше, по тексту снова делает акцент на неверии народа Богу. Они не верили слову Его. 24 стих. Когда все идет хорошо, народ охотно следует за Словом Божиим. Но когда, как кажется, появляются непреодолимые трудности, слабый духом человек перестает Богу доверять. Смерть в пустыне – это наказание Господа, описанное в книге чисел. А вот рассеяние потомков по землям чужих народов в повествовании книги чисел не упоминается. В книгах Моисея, конечно, звучал намек на возможное рассеяние среди народов, особенно во второзаконии. Но это было всего лишь как предупреждение. В данном Соломе, как и в книге Иезы Кииля, упоминание о рассеянии выглядит как вполне реальная картина разорения страны и плена. Для репатриантов, вернувшихся из Вавилона, в то время как большинство их соотечественников оставалось в изгнании, этот стих мог живо напоминать историю древних странствований евреев по пустыне после исхода из Египта. Бог сказал Моисею, чтобы вывел воду из камня, ударил по скале. И мы видим очень тонкий какой-то намек, но очень краткие слова Моисея внутреннего сомнения, а как я смогу вывести воду из камня. Только вот эти два-три слова для нас могут служить ответом, что и Моисей усомнился. Но в этом-то и парадокс, что после совершения стольких чудес в Египте после прохождения через черемное море посоху засомневался первый человек среди тех, кто должны были верить. Ну да, и поэтому наказание было таким суровым. Но вот повторюсь, история связана с мирой, это история ропота израильтян. Мы тут помираем с голоду, от жажды, гибнем, нет воды. и Моисею Господь дает ответ, что ты ударь, поскорее пойдет вода, и Моисей на какой-то момент сомневается. Вал-фигур, упоминаемый в 28-м стихе, в переводе с древнееврейского означает Баал-пеора, Баал-пеор, то есть господин пеора. В книге чисел это ханаанское божество упоминается в контексте пребывания Израиля на моавитских равнинах, то есть на восточной стороне Иордана, с которой открывается вид на землю обетованную. Скорее всего, здесь идет речь не только о культе Ваала, но и о культовом месте, которое называется Пеор. Жители Моава приглашали народ к жертвам богов своих. Псалом говорит, что евреи буквально ели жертвы мертвым. В синодальном переводе ели жертвы бездушным, то есть жертвы, посвященные культу мертвых, что может быть ссылкой на участие снов Израиля в культовых практиках, посвященным мертвым. Обряды культа были частью ритуала, посвященного умирающему и восходящему богу Ваалу. В контексте псалма слово «мертвый» может также служить насмешкой над языческими идолами, которые были мертвыми по сравнению с живым Господом Богом. Участие в языческих культах, напомним, было строго запрещено законом Моисея. В 30 стихе утверждается, что Финьес встал и произвел суд. Финьес был сыном Елиазара, внуком пересвященника Аарона. Он пронзил копьем израильтянина, или, возможно, мечом израильтянина и муавитянку, пойманных на месте преступления. Книга чисел резко отзывается о происшедшем инциденте, указывая на два зла муавитян. Первое, они прельстили израильтян фигурам, то есть соблазнили культом, а второе, прельстили хазвую, дочерью начальника Мадиамского. То есть в данном случае муавитянка оказывается была из каких-то великокняжеских кровей. Резкий поступок Финьеса указывает на то, что не все израильтяне одобрили происходящее. Однако по книге чисел поступок Финьеса даровал ему завет священства вечного. По псалму это вменилось ему в праведность в роды и роды вовеки. Значит, мы в псалме снова и снова обращаем внимание на высокую роль левицкого священства, на то, что для автора псалма это что-то важное, сакральное, в роды родов запечатленное и установленное превознесенное. В описании веры Авраама мы встречаем также указание на праведность. Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Эта же фраза стала ключевой в послании апостола Павла к Галатам, который побуждает принимать в церковь евреев и язычников на общих основаниях веры во Христа. Христос искупил нас от клятв закона, сделавшись за нас клятвую, дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников. Моровая язва, о которой говорит Псалом, скорее всего является намеком на смертельную инфекционную болезнь, типа чумы. По книге чисел Божий гнев остановился после того, как умерли от поражения язвой 24 тысячи израильтян. В 22-23 стихах мы снова возвращаемся к странствованию евреев по пустыне. Перед нами нарушение хронологического порядка исторических событий, описанных в книгах Моисеева. Воды Меривы упоминаются в 80-м Псалме в книге чисел и во Второзаконии. В этих стихах Псалма уделяется особое внимание Моисею. Непонятно, что толком произошло в приводах Меривы, но так или иначе мы видим, что Бог обвиняет Моисея и Аарона в том, что они нарушили его закон, нарушили его слово. И в результате Моисей и Аарон лишились права вступать в землю обетованную. Мы видим, что в Псалме этот инцидент, связанный с Меривой, упоминается позже за иорданских пребываний израильтян в земле Моавицкой. Но, по всей видимости, для богословия автора Псалма данный инцидент стал кульминационной точкой, когда самые святые люди, путеводители и вожди народа, и они лишились права на вступление в Ханаан. Избранный Богом Моисей, который успешно ходатайствовал за народ пред Господом, претерпел неудачи в решающий момент уже буквально накануне вступления в землю. В последующих 34-39 стихах снова мы продолжаем историю, связанную с Ханааном. И теперь перед нами уже переселение в саму Ханаанскую землю. Мы видим, как здесь снова и снова пересказывается история древних исторических книг о том соблазне, с которым столкнулись евреи, смешавшись с местными народностями. Согласно второзаконию, поселение в земле Ханаанска должно было сопровождаться полным истреблением местных языческих народов, некой священной войной. Но, как показывает книга судей, по факту израильтяне не вытеснили местные народы с этой земли. Более того, появились браки с дочерьми местных народов и уклонение израильтян в язычество. Израильтяне стали совершать жертвоприношение тем богам, которые в псалме обозначены как идолы ханаанские. Поклонение ханаанским божеством стало проклятием для Израиля в период их раннего распространения по ханаанской земле. Это же уклонение в язычество, которое в книгах пророках еще называется блудодейством, а сопровождало израильтян на протяжении всей истории вплоть до изгнания в вавилонский плен. В данном псалме в 37 стихе напоминается культ жертвоприношений, при которых приносились в жертву бесам дети. В данном случае мы встречаем аллюзию на те языческие культы ханаанские, в которых жертвоприношения приносятся человеческие жертвы. Согласно этой религиозной практике, чем более сильная жертва, чем более дорогостоящая, тем более сильный ответ должен был дать тот или иной бог местной земли. Археологические свидетельства раскопок земле ханаанской говорят нам о том, что были соответствующие жертвенники, так называемые тафеты, на которых приносились дети, были человеческие жертвоприношения, совершаемые в ханаане. Отсюда становится понятно, за что бог желает истребить эти народы. Если их религиозность связана с их этикой, не чуждалось жертвоприношение своих собственных первенцев, своих собственных детей, то что можно говорить и о побочных поступках, о вторичных поступках, которые были связаны с социальными отношениями внутри государства. В последующих 40-46 стихах мы встречаем упоминание о гневе Господнем. Господь словно в ужасе реагирует на свой народ. В 40-м стихе упоминается слово мерзость. Мерзость то есть то, что вызывает отвращение, то, что никак не приемлемо для Господа. В первую очередь речь идет об идолопоклоннических практиках. В 43-м 46-м стихах мы встречаем описание истории, которое отражается в книге Судей. Непослушание и обступничество народа вело к тому, что израильтяне оказывались в руках поработителей. Но когда они вопили, кричали к Господу, тот посылал им судей, освободителей. И это происходило неоднократно. Бог наказывал свой народ, но, видя их бедственное положение, снова был с ним страдательным, он как бы раскаивался в своих наказаниях и смягчал свой гнев. В последних двух стихах мы встречаем указания на некий луч надежды, который осветил тьму прошлого и привел к новому призыву к Богу снова спасти народ, потому что народ Божий, потому что Бог наш. И мы здесь видим упоминание о неком собирании народа от разных земель, от разных стран, из рассеяния. Это собирание нужно не просто так. Автор псалма как бы выдвигает Богу условия. Ты нас собери из других стран, от других народов, чтобы мы проставляли Твое имя, чтобы мы хвалились Тобою. Наконец, в самом последнем стихе, который завершает не только данный длинный псалом, но и четвертую книгу еврейской Библии мы встречаем словословие «Благословение Господу Богу Израилеву отныне и до века». Эта широкая формула, которая заканчивается словами «Да скажет весь народ, аминь, аллилуйя», еще раз подтверждает литургическое предназначение данного псалма. Не исключено, что, как и завершение предшествующих книг, последний стих, это послесловие, было последующей добавкой к основному тексту, который вводит соответствующий идейный водораздел между соответствующими частями единой псалтири. Благодарю за внимание. Спасибо за подогнал «Симон»!